МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Дмитрий Напалков, и в эфире программа врачи на общественном телевидении России. Программа, которая рассказывает о первых признаках различных заболеваний и о том, чем современная медицина может помочь в их профилактике и лечении. Сегодня тема нашей программы – атеросклероз сосудов нижних конечностей. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей – это хроническое заболевание сосудов, которое развивается по причине нарушений липидного обмена и приводит к формированию атеросклеротических бляшек, утолщению стенок артерий и уменьшению просвета сосудов. Согласно статистике, облитерирующие заболевания артерий составляют около 16% от всех сосудистых заболеваний. Атеросклероз сосудов нижних конечностей есть у каждого десятого жителя нашей планеты. Болезнь поражает преимущественно мужчин в возрасте старше 40 лет, особенно курящих. Почему атеросклероз у некоторых пациентов поражает преимущественно артерии нижних конечностей? Каковы факторы риска и симптомы данного заболевания? Как современные методы лечения могут помочь пациентам в борьбе с тяжёлым поражением сосудов? Вот об этом и о многом другом, что имеет отношение к атеросклерозу нижних конечностей, мы поговорим сегодня с экспертом в нашей студии. Константин Юрьевич Токарев. Сердечно-сосудистый хирург. Кандидат медицинских наук. Заведующий операционным блоком отделения кардиологии эндоваскулярной и сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Среди сферы профессиональных интересов лечение критической ишемии нижних конечностей, обусловленной атеросклерозом и сахарным диабетом, лечение аневризмы аорты и артерий нижних конечностей, брахиоцефальных артерий и варикозной болезни нижних конечностей. Константин Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Мы сегодня с вами будем говорить об атеросклерозе нижних конечностей. Как-то ваш взгляд, не забывают ли терапевты, кардиологи порой про то, что атеросклерозом могут поражаться именно эти сосуды, думая в основном о коронарных артериях, о сонных артериях, может быть, других бассейнах? Заболевание само достаточно сложное, и картина заболевания очень часто зависит от уровня поражения. Мы понимаем, что ноги кровоснабжаются артериально, кровоснабжаются от аорты. И окклюзионно-стенотическое, то бишь поражение аорты с закрытием просвета, либо с сужением просвета аорты, либо подвздошных артерий, иногда сопровождается болями в ягодицах. И вот тут, что называется, попробуй разберись. Если человек не погружён в тему ишемии нижних конечностей, то, естественно, в первую очередь пациент попадает к неврологу, к ортопеду, делаются снимки, компьютерная томография суставов тазобедренных. И только лишь очень умудрённый опытом врач может увидеть побледнение, похолодание дистальных отделов конечностей и направить пациента в нужном русле к сосудистому хирургу. Ни в коем случае не к флебологу. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то провоцирующие факторы? Есть ли портрет пациента, у которого мы должны активно искать и выявлять ишемию нижних конечностей? Как правило, это пациенты старше 50 лет с присутствующими факторами риска. В первую очередь это табакокурение. Табакокурение без всяких оговорок на то, что кто-то где-то дожил до 100 лет, не вытаскивая сигарету изо рта, это не так. 99% пациентов, наших пациентов, сосудистых хирургов, это курящие люди. Ещё два значимых по важности фактора риска, так называемых, это сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Вот эти два заболевания, которые приводят к поражению артерий и в конечном итоге к потере конечности. Вот можем ли мы нашим телезрителям сказать какие-то тревожные симптомы, знаки, которые должны заставить их прийти к врачу именно по поводу возможного начала ишемии нижних конечностей на фоне атеросклероза? Да, и причём здесь достаточно всё просто. Оценка функционала кровообращения нижних конечностей лежит в плоскости измерения дистанции без болевой ходьбы. Речь идёт о боли, возникающей, как правило, в икроножных мышцах на определённой дистанции. Пациент, который проходит 100 метров, и его останавливает боль в икроножных мышцах, как правило, на какой-то одной ноге, должен понимать, что ему нужно ни к ортопеду, ни к герудотерапевту, ему нужно идти к сосудистому хирургу на осмотр. Причём сначала на осмотр к сосудистому хирургу и только потом на ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей. Ультразвуковое исследование, которое определяет проходимость артерий нижних конечностей и действительно выполняется практически везде, надо только направить пациента на данную методику и процедуру. Это действительно так, я думаю, вы со мной согласитесь. Да. И мы с удовольствием покажем вам сейчас сюжет, снятый нашими корреспондентами в городе Махачкала на эту тему. Давайте посмотрим. Сосудистый хирург Багуадин Магомедов уже давно занимается проблемами пациентов с атеросклерозом в Махачкале. По его словам, пациенты, как правило, обращаются на таких стадиях заболевания, когда требуются сложные гибридные операции. Избежать этого поможет прохождение своевременного обследования. С чего нужно начинать диагностику атеросклероза? В первую очередь я считаю, что это УЗИ диагностика сосудов. Здесь три режима, в том числе и доплерография, и цветное кортирование. Сейчас будем смотреть состояние сосудов и заключается ли проблема именно в них. Как правило, пациенты при атеросклерозе обращают внимание на проблемы с ногами в холодное время года, когда суженные от холодной температуры сосуды плохо кровоснабжаются ещё и благодаря атеросклеротическим поражениям. Всегда, если какое-то сосудистое заболевание, я сторонник малоинвазивных способов диагностирования. К этому относятся и доплер, то есть УЗИ сосудов и конечностей. Какой-то специализированной определённой подготовки к нему не нужно, как правило. В общем, около полчаса этого достаточно полноценно оценить состояние артерии у пациента. Основная задача такого исследования – оценить кровоток в сосудистом русле, обнаружить сужение или закупорку сосуда, оценить стенки артерий, понять тактику лечения и необходимость оперативного вмешательства. Атеросклерозы, нижней конечности, они часто сопровождаются тромбозами. Это уже критическая ишемия, это уже надо проводить оперативное лечение. Насколько в этом есть необходимость, первоначально покажет, конечно же, УЗИ диагностика. Если вы периодически чувствуете тяжесть в ногах или боли при ходьбе, то не лишним будет обратиться к врачам для детального обследования сосудов нижних конечностей и исключить начало развития атеросклероза. Константин Юрьевич, бывает ведь так, что человек понимает, что, наверное, что-то не так с сосудами, или такое предположение делает доктор, который его посмотрел, и он решает, а не принимать ли мне таблетки. Таблеток же много, сосудорасширяющих, и огромные вот эти толпы пациентов, которые принимают курсы, не будем их называть, разных сосудорасширяющих препаратов. Как вы относитесь к такому роду лечения? Мы понимаем, что без современной фармакологии лечение атеросклеротического поражения любой локализации невозможно. Какие бы мы ни делали умные, красивые операции, они будут бессмысленны без базовой терапии атеросклероза. При этом, если с пациентом никто не разобрался, и он вдруг начинает принимать так называемые сосудорасширяющие таблетки, а в этом перечне сейчас на рынке специалисты не разберутся, не то что сам пациент, то прежде всего он сам для себя дискредитирует эти препараты. Большинство, думаю, случаев не получают должного эффекта, вот, в первую очередь. А во вторую очередь может нанести себе в том числе и непоправимый вред, потому что среди этих препаратов есть достаточно сильные препараты, приём которых сопровождается риском кровотечения. Давайте поговорим о разных видах оперативных вмешательств, которые, в принципе, доступны в настоящее время, и в том числе с помощью наших картинок, может быть, прокомментируемых. Итак, первый вариант – это стентирование. Насколько широко выполняется стентирование именно в артериях нижних конечностей? Что тут можно сказать? Да, на сегодняшний день слово стентирование баллона ангиопластика знают уже все. Пациентов, которые прошли это лечение, их очень много. Многие пациенты оказались недоступны для открытых вмешательств. И тогда, благодаря развитию технологии во второй половине 20 века, появилось чрезкожное внутрисосудистое вмешательство. Ну, так же, как и кардиология, да, инь и янь, стентирование и шунтирование. Вот, если возможно, несколько слов про шунтирование. Да, шунтирование – одна из немногих разновидностей открытой сосудистой хирургии по восстановлению кровообращения в пораженной конечности. Сталкиваясь с закрытой артерией, вот та самая поверхностно-бедренная артерия закрытая, вынуждает нас искать пути, которые позволят крови из подвздошной артерии уйти в так называемые дистальные отделы подколенной артерии голени, тем самым увеличив объем притекающей артериальной крови, что снижает степень ишемии, позволяет пациенту уйти от гангрены. Для наглядности мы привезли с собой сосудистый протез. Их сейчас тоже огромное разнообразие. Это вязанный докроновский протез, пропитанный специальным составом. Синтетический протез, который вшивается вручную в обход закрытых участков артерий пациентам с атеросклерозом, приводящим к развитию критической ишемии. То есть заблокированная артерия не удаляется? Это именно обходной путь? В подавляющем большинстве случаев закрытую артерию никто не удаляет. Это слишком травматично. Закрытая артерия остается с человеком в обход нее от открытого просвета больной артерии к открытому просвету в обход закрытого такой же больной артерии. Пришивается сосудистый протез. То есть это такая скоростная магистраль в обход пробок, если мы будем под пробками подразумевать бляшки, например, в том самом заблокированном сосуде? Да, именно так. Идеология этого заболевания, она сравнима с тем, что творится на улицах города. Но если пациент будет сохранять прежний образ жизни, будет прогрессировать атеросклероз, то и на этой скоростной магистрали могут точно так же образовываться те самые неблагоприятные процессы, связанные с атеросклерозом, в том числе бляшка образования, да? Я бы даже сказал, что не точно так же, а гораздо быстрее. Вот так. Протез можно вшивать людям, только дисциплинированным. В противном случае мы рискуем уже даже в течение первого года получить огромный ворох проблем организационного, этического и жизнеугрожающего характера. На самом деле, конечно, результаты операции, если мы говорим о стентировании, если мы говорим о шунтировании, когда кровоток восстанавливается практически на глазах, мы можем с вами проследить, наверное, при сравнении серии рентгенограмм. Давайте посмотрим, как открываются эти самые сосуды, когда мы используем различные методы для восстановления кровотока. У нас на экране несколько ангиограмм, это рентгенконтрастное исследование. На первой мы видим два уровня стенозов, судя по взаимоотношению с костью, это поверхностная бедренная артерия, субтотальный стеноз здесь, гемодинамически значимый стеноз ниже, так называемые тандемные стенозы. Судя по всему, пациенту была выполнена баллонная ангиопластика. На перспективу это лучше, чем стентированная артерия, потому что если бы на этом уровне был имплантирован стенд, то в перспективе при прогрессировании заболевания и появлении, вот, допустим, такой картины в стенте, помочь этому больному снова эндоваскулярно было бы гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Ну, и здесь на этом снимке значительно более выраженное поражение той же самой поверхностной бедренной артерии. Там прям совсем не прослеживается кровоток вообще. Да, весь кровоток, как мы видим, вот этот... Уходит на коллатерале, да? Да, идёт по коллатеральному пути. Ну и методом баллонной ангиопластики с стентированием достаточно неплохой результат. Сейчас я бы попросил вас поговорить о гибридных операциях, которые проводятся при ишемии нижних конечностей. Чтобы всем нам было понятно, о чём идёт речь, предлагаю нарисовать на нашей доске. Да, с удовольствием. Итак, Константин Юрьевич, прошу вас, давайте изобразим, в чём суть гибридных операций. Можно артерию красным, всё остальное чёрное. Хорошо. Рисуем артерию, условно говоря, подвздошная артерия, бифуркация бедренной артерии, та самая поверхностная бедренная, которая становится подколенной и делится на артерии голени ниже щели коленного сустава. Мы говорим о том, что благодаря нашим современным методам исследования, которые у нас в руках, зачастую у наших пациентов выявляется многоуровневое поражение артерии, подвздошная артерия. Поверхностная бедрена, чаще всего страдающая от атеросклероза. Подколенная артерия с стебиоперениальным стволом. Это тот ствол, от которого отходят артерии голени. У пациентов с сахарным диабетом для них характерно поражение исключительно артерии голени, берцовых артерий, что также вызывает критическую ишемию конечностей. нередко поражение общей бедренной артерии. Ну, это продолжение подвздошной артерии, которая лежит ниже паховой складки. Таким образом, мы сталкиваемся с многоуровневым поражением. И гибридные технологии – это сочетание двух методов, во время которых, как правило, начинают сосудистые хирурги, выполняя реконструкцию, допустим, общей бедренной артерии, открыто заплатой или протезом. Приходит вторая бригада эндоваскулярных хирургов, которые в соответствии с планом операции либо стентируют подвздошную артерию, либо восстанавливают просвет поверхностной бедренной, если закрыта она, либо, как уже неоднократно нам приходилось сделать, мы выполняли аутовенозное шунтирование поверхностной бедренной артерии, а эндоваскулярные хирурги через обеспеченный им доступ выполняли баллонную ангиопластику артерии оттока, артерии голени, что приводило к сохранению конечностей у, казалось бы, безнадёжных пациентов. Константин Юрьевич, я знаю, что к нам в студию пришёл ваш пациент, которому в 2020 году была выполнена одна из реконструктивных операций. Я предлагаю пригласить его к нам сейчас в студию и узнать, как он себя чувствует и каково состояние его артерии. Итак, в нашей лабораторной зоне мы находимся сейчас. Я хочу вам представить врача сосудистого хирурга Дмитрия Викторовича Нерсесова, который будет нам помогать и осуществлять проведение ультразвукового исследования. Без вас мы никуда, так что мы сейчас с вами ещё обязательно поговорим. И хочу представить пациента Виктора Александровича. Виктор Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы уже давно наблюдаетесь в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии. Все доктора представляют именно этот центр. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще обратились к докторам? Ну, обратился я с острой болью. Больше 10 шагов не смог сделать, ноги начинали болеть. А сколько вы терпели вот эту боль перед тем, как обратиться к врачам? Ну, прилично, может, месяц. Кроме болей, были ли ещё какие-то проблемы со здоровьем? Есть ли у вас сахарный диабет? Сахарный диабет, да, у меня есть. Сахарный диабет – это важный фактор риска. Гипертония и повышенное давление? Нет, нет такого ничего. Курите ли вы, курили? Курил. Бросили? Бросил. Когда? После операции не курил. Вот Константин Юрьевич обещал я ему и бросил. Выполнил обещание. Константин Юрьевич, прокомментируйте, пожалуйста, вот эту клиническую ситуацию. Ну, Виктор Александрович – один из наших наиболее сложных пациентов. К нам попал на лечение, на обследование. Уже пройдя достаточно длительный путь сосудистой хирургии в качестве пациента, он борется за свои ноги с 2008 года, когда впервые начали выполняться реконструктивные вмешательства. Ну, несмотря на усилия врачей, заболевание прогрессировало, и в феврале месяце он появился у нас на каталке, на сидячей, с левой стопой в плачевном состоянии, практически без перспектив какому-либо лечению. Мы выполнили необходимые исследования, придумали путь, шунтирующий путь методом открытой операции. Эндоваскулярные возможности были уже исчерпаны на предыдущих этапах. Коллеги из предыдущего учреждения пытались уже выполнить баллонную ангиопластику со стентированием, но, к сожалению, это не помогло. Ну, мы придумали свой путь, сложный, опасный. Но, поскольку показания были жизненные, риски были оправданы, подготовили и выполнили в два этапа запланированное шунтирование. Оно затронуло три уровня. Это орто-бедренные сегменты с обеих сторон, и бедрен-подколенные, и нижний сегмент реконструкции был уже на развилке подколенной артерии, там, где она делится, на артерии голени. К счастью, всё получилось. Ишемия регрессировала. С учётом тех некробиотических изменений на стопе, которые уже к моменту операции уже состоялись... То есть некроз всё-таки части ткани был, да? Был глубокий, обширный некроз дистального отдела стопы, что потребовало длительного лечения, но уже на амбулаторном этапе, многомесячного лечения с перевязками, с наблюдением. Ну, всё зажило, и на сегодняшний день, как мы видим, стопа опороспособна. Пациент ходит без палочки, при этом говорит, что ходит не сколько может, а сколько хочет. Давайте посмотрим состояние сосудов. Я хочу передать браздоправление Дмитрию Викторовичу, для того, чтобы он уже сам посмотрел и прокомментировал нам, что, собственно говоря, происходит. Виктор Александрович, прошу вас, ложитесь на спину. Тапочки с носками снимем и брючки выше колен. Дмитрий Викторович, прошу вас. Ну, УЗИ-датчиком визуализируем шунт, аутовенозный, бедрём подколенной позицией, который был нами имплантирован. Выполняем цветное картирование, видим, что он функционирует. И дальше для оценки его работы измеряем скорость кровотока в просвете этого сосуда. Он соответствует норме для этого уровня. Это означает, что шум проходим, приток крови в него достаточно адекватный, и дальнейший отток крови на стопе мы сейчас будем дальше датчиком переставлять и мерить. Константин Юрьевич, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что всё-таки ампутация пальцев и частично на стопе определённые потери всё равно были? Совсем конечность сохранить в полном объёме не удалось? В полном нет, но то, что мы сейчас наблюдаем, вот этот, казалось бы, обезображивающий рубец, но здесь была открыта некротическая рана с интоксикацией, с температурой. Если бы не такое многокомпонентное и действительно уникальное вмешательство, то Виктор Александрович мог просто потерять ногу до колена или даже выше? Не до колена, а именно значительно выше, причём с очень достаточно туманными перспективами заживления культи бедра, потому что отсутствовали магистральные артерии на всех уровнях. Дмитрий Викторович, слушаем вас внимательно. Вы даже слушаете не столько меня, сколько отлично функционирующую артерию голени, те, которые на схеме рисовал Константин Юрьевич. Таким способом можем оценить, что вся реконструкция, выполненная от аорты до уровня нижеколенного сустава, функционирует. Мы видим бусовой кровоток на артерии стопы. Их несколько артерий, сейчас я проверил, они все функционируют, то есть кровоток в ноге восстановлен полностью. А как часто нужно таким пациентам после операции приходить на вот такое контрольное, например, ультразвуковое исследование? Ну, как минимум раз в полгода. Болезнь убеждена сегодня, но она продолжает жить вместе с пациентом и может прогрессировать. И с тем, чтобы сохранить кровообращение левой ноги, сохранить кровообращение правой ноги, мы не забываем, что это две ноги одного и того же больного. Процесс системный. Процесс системный. Справа не потребовалось на сегодняшний день восстановление бедренного подколенного сегмента, но он закрыт у этого пациента. Пациент живет на так называемой глубокой артерии бедра. Правая нога функционирует лишь на глубокой артерии бедра. Вот, поэтому раз в полгода ультразвуковые исследования и просто разговор с больным. Говоря об операции, которая выполняется на нижних конечностях и на аорте брюшного отдела, да, в ряде случаев приходится идти и на полостные вмешательства, как я понимаю, да. Соответственно, у пациентов остаются воспоминания в виде рубцов после таких операций. Виктор Александрович, можно, да, нам показать немножко на память, да, то, что осталось? Вот такой рубец, соответственно, был разрез. Да, срединный лапаротония. Чуть-чуть надуйте живот. Признаков расхождения. Признаков грыж нет. Виктор Александрович, прошу вас, давайте присядем, я вам теперь помогу. Как быстро оправились от операции, как вот уже вошли в обычную жизнь, через сколько времени? Ну, я думаю, что очень быстро, без всяких осложнений. Неделя, две, месяц? Нет, неделю уже. То есть через неделю уже. И вот после таких операций, у меня вопрос к вам, уважаемые коллеги, всё-таки рекомендация для пациентов беречь себя, например, да, не давать себе лишних физических нагрузок или, наоборот, интенсивнее ходить? После таких операций, как у Виктора Александровича, мы просим ограничивать физические нагрузки два-три месяца. А потом? А потом по самочувствию. Сколько позволяет ощущение комфорта, безболезненности, вот ту нагрузку и давать. Естественно, исключаются подъёмы тяжестей, какие-то тепловые процедуры, совершенно критические, там, баня. Но ходить, если есть желание, бассейн, если есть необходимость, можно даже бегать трусой, но спустя два-три месяца, не раньше. Виктор Александрович, огромное спасибо, что вы пришли к нам в студию. Огромное спасибо, уважаемые коллеги, Константин Юрьевич, Дмитрий Викторович, за то, что вы помогли нам раскрыть такую важную тему, как атеросклероз нижних конечностей, который, наверное, особенно злобно и неприятно протекает у пациентов с сахарным диабетом. Поэтому, на самом деле, в вашем центре эти пациенты во многом и аккумулируются. И я хочу напомнить о том, уважаемые телезрители, что состояние наших ног должно приковывать к себе ваше внимание ничуть не меньше, чем состояние вашего сердца. Не болейте, пожалуйста. Ну что ж, вот, пожалуй, и всё, о чём мы хотели рассказать вам в нашей сегодняшней программе. И помните, что осознание своей болезни и готовность лечиться – это уже первый шаг навстречу к исцелению. С вами была программа «Врачи». Смотрите нас на канале ОТР. Субтитры подогнал «Симон»!